Сергей Корчагин – настоящий представитель трудовой династии. Вся его семья работала на речном предприятии. В стране не остался и он. Начинал с должности помощника-сварщика, а теперь стал капитаном караванной службы. Его команда следит, чтобы суда комфортно переживали зимовку. Живет и работает Сергей в Куйбышевском районе. За верность и многолетний доблестный труд мужчина получил благодарственное письмо из рук главы города Елены Лапушкиной. Во-первых, я житель Куйбышевского района. Во-вторых, рядом с домом. Во-вторых, интересная работа. Флот. Раньше мы ремонтировались. В Затоне стояло около 100 единиц флота. Мы их все ремонтировали. Это очень интересно. А я тем более мастером был, старшим мастером. Это надо все обеспечить, все снабдить, чтобы люди работали. Таких же достойных людей наградили в честь 80-летия Куйбышевского внутригородского района Самары. За плодотворную работу, достижение высоких результатов трудовой деятельности, за многолетний безупречный труд на благо города им были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила собравшихся с днем рождения района. И сегодня, пользуясь случаем, стоя на этой сцене, я бы хотела сказать особые слова благодарности, признательности и уважения жителям Куйбышевского района. Вы не только трудитесь на своих рабочих местах и только решаете какие-то свои личные вопросы, но вы умеете объединяться. А в этот период времени, сейчас это крайне важно. Очень важно всем показать, что мы едины. Показать всем силу нашего духа и нашу доброту. Куйбышевский район был создан 10 августа 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР на месте бывшего пристанционного поселка Кряж, поселка Засамарская Слобода и прилегающих к ним земель. В связи с необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего завода. А теперь он разрастается и преображается. За несколько лет здесь были обновлены более 40 дворовых территорий. Такие общественные пространства, как сквер Речников, сквер имени Куйбышева, Ерик Парк. Реализация проектов стала возможной благодаря активному участию жителей в нацпроекте «Жилье и городская среда», губернаторскому проекту «Содействие» программам инициативного бюджетирования. Благодаря реализации нацпроектов «Образование», «Здравоохранение и демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным, и поддержке главы региона, в Куйбышевском районе ведется строительство новой школы на 1100 мест и нового отделения 10-й больницы. Готовится к открытию новый бассейн. В Куйбышевском районе есть куда развиваться сегодня. Здесь уже говорилось и будет сказано еще и немало о тех переменах, изменениях, которые происходят в регионе. В Куйбышевском районе в том числе я рад, что за последние годы нам удалось существенно продлинуться вперед. На праздничном концерте поздравления от официальных лиц перемежались с номерами от творческих коллективов Куйбышевского района. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.